Всем привет! Это не то, что Breakfast Show, но некоторые подведения итогов года, в частности, в экономическом плане и прогнозы на год предстоящий. У нас в студии рад приветствовать Владимира Милова. Привет, Владимир! Всем привет! С Новым годом! По связи из Лос-Анджелеса с нами Олег Ицхоки. Привет, Олег! Привет, ребята! Да, значит, давайте начнем вот с чего. Я просто помню, ну, естественно, центральное событие этого года – это война в Украине. И будь ты экономику, ты рассматривай, политику, военное дело, все что угодно, да даже спорт, да куда ни коснись. Все равно везде война вылезает и война становится определяющим фактором для всех остальных событий, явлений, трендов, тенденций и так далее. Поэтому, наверное, отсчитывать экономический год, да, имеет смысл с 24 февраля. Хотя, может, у меня поправите, если не так, с 24 февраля, потому что практически сразу, в первые же дни началось применение санкций. И сейчас в одной Европе их 9 пакетов принято. И каждый раз, особенно в первые месяцы, практически каждый день предрекали существенные проблемы для российской экономики. Падение ее, крах, в общем, много что предрекали. Но по итогам года мы видим, что, хотя и рубль уже выглядит, например, не так кудряво, как в конце лета, например, или в начале осени. Но, тем не менее, никаких каких-то катастрофических вещей, судя по всему, для российской экономики пока не произошло. А что же произошло? Смотри, вот ты навел меня сразу на мысль, что, типа, год начался с 24 февраля. Да, вот это очень интересное уточнение, потому что первые два месяца до войны... И там, знаешь, еще есть какой-то инерционный фактор, то есть, экономика почувствовала реально удар войны и санкции чуть позже. То есть, условно говоря, первые два месяца и первый квартал, они были очень неплохие. Я вот сейчас задумался после твоих слов, что вообще, если вот это дело вычесть из годовых показателей, то для начала все будет совсем не так, как ты выразился, кучеряво, как нам сейчас на цифрах пытаются показать. То есть, если считать там с марта или даже с апреля, то прям все довольно плохо, это первое. То есть, подождите, нам нужно будет, на самом деле, еще раз собраться, намекаешь ты с Олегом вместе, еще раз собраться в марте или в апреле, когда будет год реальный. А я всегда рад собираться, хоть каждый день можем это делать. Да, Олег что-то хотел сказать, да. Позвольте, да, я сто процентов. Вот ты сказал, и я понял, что просто это неправильно, сразу есть что возразить. Год начался, ну, на самом деле, мы можем говорить, что как бы тенденции начались в конце 21-го года, и все предвещало хороший рост в 22-м. Это на самом деле уникально, потому что предыдущие 12 лет роста не было. Вот предыдущие 12 лет рост был в среднем меньше 1%. Это вот то, что называется потерянное десятилетие. А этот год, ну, судя по всем прогнозам, он должен был дать 3-4% роста, вот такое после ковидное восстановление. И поэтому, во-первых, совершенно верно, это вклад в начало года, что был рост в первые месяцы, как продолжение вот этого восстановительного роста, который начался в 21-м году. А второе, что, в принципе, мы должны вести отсчет не от нуля, а вот от тех 4%, которые все прогнозировали на 22-й год. Вот в этом смысле первые 2 месяца как раз очень важны, чтобы создать этот бенчмарк, создать то, с чем сравнивать. У нас, кажется, абсолютно однаковая реакция сложилась на эту фразу. Да, но я вот продолжу здесь. То есть сейчас от многих можно услышать вот этот момент, что типа вот все прогнозировали крах, краха не случилось. Я-то, значит, не поленился, полез, реально посмотрел, что говорили экономисты, и в том числе и я. И я хочу сказать, что первое, что вот прямо такого вот краха, что там все развалится, и мы будем пить из луж, в общем-то, никто не прогнозировал. Здесь очень... Ну, были экстремалы, не скрою, это есть явление всегда. Но в целом вот здесь надо понимать разную оптику у экономистов и у обычных читателей, зрителей, что для экономистов, например, падение экономической деловой активности типа 5-10% в этом интервале, это прям катастрофа. То есть это прям очень плохо, и так никто не падает. Это, значит, есть какие-то серьезные проблемы и далеко идущие последствия. А народ, он судит как? Что типа вот ты вышел в магазин, у тебя, в принципе, еда там есть, зарплата какая-то платится, и вот мы-то ждали вот какого-то хаоса, дефолта, пустого. Тем более, что мы проходили. То есть мы знаем, как он выглядит. Вот, поэтому если я вот даже посмотреть там, например, комментарии под какими-то моими текстами и постами, то люди всегда спрашивают, когда коллапс, когда коллапс, когда коллапс. Под коллапсом они прям понимают вот полное прекращение там всего и вся. Но такого в буквальном смысле никто не прогнозировал, это первое. И сокращение по итогам года, сокращение экономической активности очень сильное. То есть здесь, мне кажется, вопрос не столько в том, что экономисты ошиблись, а в том, что люди часто слишком воспринимали как радикальные какие-то прогнозы. И, кстати, вот авторам радикальных прогнозов давали чуть больше airplay иногда, да. Потому что это такое, знаешь, яркое, да, значит, все рухнет там и так далее. Вот. А в целом, на мой взгляд, в принципе, ожидания сбылись. И вот еще какой момент я хотел сказать, что очень много поверхностного анализа строится на каком-то наборе узких макроиндикаторов типа ВВП, инфляция, курс, безработица, да. Но если смотреть глубже на весь спектр там отраслей, рынков и разных глубоких последствий, то видно, что все прям сильно хуже, чем вот этот узкий потемкинский фасад из макроиндикаторов, там того же ВВП, которые, вот эти индикаторы, они являются либо бессмысленными, вот я против использования ВВП в нынешней ситуации, да, могу объяснить. Либо они манипулируемые, такие как безработица, курс или инфляция, да. Поэтому, на мой взгляд, если смотреть, я там советую простую вещь, смотреть глубже, смотреть по разным секторам, смотреть некие объективные показатели деловой активности, ну, типа розничной торговли или грузоборот транспорта или не нефтегазовые налоги, их поступление в бюджет, там прям видно, что падение очень серьезное, и мы такого прям давно-давно не видели, да, и здесь вот говорить, что мы так, типа, легко прошли этот год, ну, мне кажется, это не совсем верно. Что-нибудь возразишь, Олег, добавишь. Сложно возразить, ты хотел, чтобы мы поспорили, а может быть и пока не получается. Но давайте я конкретно в цифрах скажу, все прогнозы с начала марта были на падение 8-11%. Вот такие были, значит, неконсервативные прогнозы, что падение будет 11, может быть, где-то я слышал 12, но вот из всех, у кого есть репутация делать прогнозы, значит, это где-то была верхняя граница, нижняя граница и МВФ, вот выпустил прогноз, у них всегда консервативные более прогнозы, это было 8%. Значит, то есть, называть это катастрофой или нет, я совершенно согласен с Владимиром, с точки зрения экономистов, такое падение катастрофическое. Ну, а надо сказать, что когда началась война, то очевидно, что эту ситуацию назвать катастрофой, как бы в любом интервью проходило это, да, и дальше катастрофа выходила в заглавие, вот, а каждый под катастрофой понимает каждое свое. Ну, вот действительно, с точки зрения экономистов, и это не самая худшая вещь, которая происходит с российской экономикой, это падение в первом году, в 22-м, планировалось, предсказывалось, что оно будет вот в этом интервале. По результатам года, судя по всему, мы будем иметь падение в 4-5% вместо этого, но прогнозы предполагали, что основной пик падения придется на 22-й год, а 23-й год будет более медленным сокращением, ближе к стабилизации. Текущие прогнозы говорят, что 22-й год закончится вот падением в 4-5% и нет никаких оснований, что это падение останавливается вот сейчас, в декабрь месяц, и стабилизируется, да, 23-й год будет продолжением. Это вот такое медленная стагнация, медленное сокращение экономики, и мы пока не знаем, где экономика найдет свое плато. То есть вполне возможно, что по результатам двух лет как раз будут накоплены вот эти 10% падения. Это все равно по-прежнему выглядит вполне как разумное предсказание. Другое дело, что действительно тайминг оказался неверный. То есть думали, что пик падения – это будет конец лета-осень, когда будет самыми быстрыми темпами все сокращаться, но оказалось, что экономика более инерционная, чем нам казалось. Где другие были ошибки? Ну вот по-прежнему непонятно, как думать о безработице, да, об официальных данных безработицы нет. Насколько это реально отражает ситуацию, это, значит, отдельный разговор, можем это обсудить, но действительно, если бы я давал эти предсказания, мне казалось, что очевидно в таких условиях предположить, что будет рост безработицы именно из-за того, что будет сужаться спрос, и мелкие бизнесы будут закрывать рабочие места. Мы видим, что крупные бизнесы не закрывают рабочие места, это не так удивительно, да, это вот такая отложенная безработица, которая может быть. Но почему нет массовой безработицы из-за того, что мелкие бизнесы закрываются? Ну вот ответ на этот вопрос. Судя по всему, что спрос сократился намного меньше, потребительский спрос. Кем в таких ситуациях происходит? Обычно такие кризисы сопряжены, ну, такие кризисы практически не бывают, но крупные кризисы сопряжены с сильным сокращением потребительского спроса. Судя по всему из данных, в 2022 году этого сильного сокращения не произошло. Я думаю, я не знаю, у меня есть несколько поинтов сказать, почему так случилось в 2022 году. Хороший момент сейчас или чуть попозже. Но вот если мы констатируем, что произошло, то 4-процентное падение относительно ожидаемого 4-процентного роста, это если мы смотрим на ВВП, совершенно согласен, что ВВП в данных условиях плохой показатель, на который смотреть. И дальше остаются вопросы, почему не случилось безработица и почему не упал потребительский спрос. Да, ну вот несколько моментов важные, сказал Олег. Первое, действительно, скажем, полгода назад и чуть больше считалось, что пик удара будет осенью в третьем квартале, а потом все начнет восстанавливаться. Вот если мы подводим итоги года, основной вывод сейчас, что восстанавливаться ничего особо не началось. Все прям плохо. И перспективы это не очень просматриваются. Я вот рекомендую почитать. Вот три выступления интервью было очень важных. Это Набиулина и Пресуха декабрьская. Очень важное, яркое, неожиданно такое мрачное интервью Задорнова, уходящий глава открытия, бывший министр финансов РБК дал. Оно есть на видео в канале РБК Инвестиции. И есть такой директор рейтингового агентства АКРА, созданного Центробанком, Михаил Сухов. Он сказал, что за пределами пятилетнего прогноза не просматривается восстановление экономики до пандемийного уровня. То есть сейчас чиновники медленно начинают признавать, что как бы да, мы как бы взяли первый удар, но дальше вот восстановления как бы пока никакого нет. Второе, вот то, что я хотел сказать про ВВП, почему я противник использования ВВП. В ВВП и в мир на это время, это такой, можно подискутировать, но когда там, допустим, у тебя нулевые годы, никто ни с кем не воюет, вся мировая экономика растет, можно ВВП использовать, типа, значит, вот я вырос быстрее, я медленнее, почему кто какие реформы не делал, и все. Во время экстремальных кризисов, это, на мой взгляд, он теряет свое значение, потому что, ну, давайте вспомним поздний СССР, когда на глазах разваливались хозяйственные связи, и продукты исчезали из магазинов. Но ВВП до последнего момента был даже чуть-чуть в плюсе, и потом совсем как бы в небольшом минусе. Или вот 98-й год, дефолт, там на 25%, Олег, поправьтесь, я цифры там путаю, упали реальные доходы, но ВВП всего на 5, и если бы тогда был ни Кириенко, ни Ельца на Путин, Путин бы сказал, 5, а что 5? 5% это, типа, выше ожиданий, нормально, переживете там, ничего такого. Вот, и сейчас основной, как бы, позитивный вклад ВВП дает все, что связано с военкой. Лидер в промпроизводстве по росту – это производство спецодежды. Мы видели всю эту спецодежду, как она гниет в украинских полях, это не дает никакого мультипликатора. И безработица, Олег, здесь ключевой момент, что она скрытая очень большая. Почти 5 миллионов человек сидят, в основном на отпусках без зарплаты. Это как бы только по названию, а так ничем не отличается от безработицы. Простой и неполная рабочая неделя. Если сложить вот эти 4,7 миллиона, если быть точным, с, соответственно, тремя миллионами официальных безработных, это будет больше 10% скрытая плюс официальная безработица. Мы такое видели только в конце 90-х. И, например, в обрабатывающей промышленности, как говорит Росстат, скрытая безработица, это больше 25% от всей рабочей силы. Поэтому безработица есть, ее просто прячут по ведомости, людей формально не увольняют, но денег они реально не получают и ничего не делают. Так что то же самое только в профиль. Ну, безработным, ныне особенно мужчинам, предлагаются хороший оплачиваемый выход, так сказать... В другой мир. Возможно, да. Возможно, в одну сторону. Значит, знаете, что я хотел... Вообще у Олега было... Значит, он обещал нам разложить то, что он рассказывал. В некотором смысле это ошибка, да. Почему падение 4-5%, а не 8-11%. Ну вот если мы вернемся в март месяц, то, значит, вот эти действительно мощные финансовые санкции, которые, как тогда казалось, когда вот впервые в истории с 41-го года замораживаются активы, да, Центрального банка, резервы, Центральный банк попадает под санкции. И вот первые недели марта это был действительно вполне настоящий набег на банки, финансовый кризис, можно сказать, ну, валютный кризис. И его удалось остановить. Вот в течение двух недель, он длился две недели, довольно-таки драконовскими мерами, там, процентная ставка в 25%. Представить себе такое, что Центробанк развитой страны может поднять процентную ставку до 25%, ну, довольно-таки сложно, да. То есть это такая драконовская мера, плюс все эти ограничения по снятию денег со счетов, по конвертации валюты, по продаже выручки экспортеров. Это вот то, что называется финансовыми репрессиями, да. То есть действительно Центробанк принял ряд драконовских мер, которые позволили остановить этот финансовый валютный кризис. Но когда первые прогнозы делались, то на самом деле вполне можно было предположить, что с большой вероятностью Центральному банку не удастся остановить этот кризис, да. Значит, ну вот любопытно проанализировать, почему Центральному банку это получилось. Ну вот оказывается, есть три главных фактора, как мне кажется. Первый, это стало понятно, что несмотря на финансовые санкции, поскольку экспортных санкций нет, то есть колоссальный профицит торгового баланса. То есть из-за того, что экспорт намного больше импорта, вот каждую неделю, каждый месяц в российскую экономику притекало огромное количество вот этих нефтедолларов, газовых долларов, газовых евро. И, значит, первый фактор был профицит торгового баланса, при том, что заморозили активы. Но если есть каждый месяц профицит торгового баланса, то как бы активы не нужны, заимствовать не нужно. Ты получаешь дополнительные доходы каждый месяц, и это поддерживает экономику. Дальше профицит бюджета. Профицит бюджета в этом году, значит, доходы сложились на 60%, по крайней мере, в первые месяцы от экспорта энергоносителей. А в обычный год это меньше 40%. То есть напрямую этот торговый баланс за счет энергоносителей, за счет высоких цен на нефть и газ, особенно весной, он привел к тому, что был большой профицит бюджета в первые три месяца войны, который стал вот этой подушкой финансовой на многие месяцы вперед. И, значит, наверное, до сих пор расходуются, несмотря на то, что дефициты бюджета начались с июня месяца. Ну и третье, что важно, что не надо недооценивать, наверное, это то, что в России не было долларизированных контрактов. Вот обычно страны, которые подвержены таким мощным финансовым кризисам, в них часть контрактов в экономике в долларах или в иностранной валюте. Они долларизированы. Из-за этого, когда происходят такие флуктуации обменного курса, то происходит часто дефолт по большому количеству контрактов. И вот что на самом деле достаточно удивительно, что несмотря на то, что пришлось делать дефолт из-за санкций, ну вот, например, был сделан дефолт по всем самолетам, да, самолеты не были переданы назад ирландским компаниям, у которых они были взяты в лизинг. То есть дефолт действительно в отдельной отрасли произошел. Но не было такой волны, цепочки домино-дефолтов, которые часто происходят. Вот. И это три фактора, которые, в принципе, объяснили, почему центральный банк со своими драконовскими мерами смог оказаться успешным в марте месяце и развернуть ситуацию. То есть вот первый такой острый кризис, который мог произойти тогда, не произошел. И вот это основные факторы. Я бы здесь, Олег, я бы добавил еще резкое и достаточно не прогнозировавшееся падение импорта, потому что это сильно облегчило ситуацию. Это произошло из-за санкций, из-за ухода западных компаний, из-за сложности проведения платежей. Но если бы импорт был потребительский, инвестиционный и прочее, он был бы на старом уровне, вот это как раз создало бы все те трудности, о которых ты говоришь. Абсолютно. Да, абсолютно согласен. Два коротких еще постараюсь комментария. Значит, вторая вещь, которая не реализовалась, но вполне имела большую вероятность, когда мы делали прогнозы из марта, это срок экспортного эмбарго на нефть. Сложно было предположить, что вот в мае-июне они договорятся ввести эмбарго в декабре. То есть с большой вероятностью эмбарго могло ступить вот прямо в конце мая, в начале июня. Это было реалистично. Значит, немецкий министр экономики Роберт Хабек в начале мая сделал заявление, что германская экономика готова к полному эмбарго. И вот была тогда такая неопределенность, ведут ли сами они или ждут, когда Путин односторонне со своей стороны выключит газ, как он и сделал, или даже отключит нефть. И вот оказалось, точно сейчас сложно сказать, я слышу разные вещи, насколько это была идея немецких политиков или Американского министерства финансов, но действительно Американское министерство финансов останавливало Европу от слишком таких резких мер на энергетическом рынке, потому что реально боялись, что цена на нефть вырастет до 150, и тогда даже говорили 200 долларов за баррель. Этого не реализовалось, но и эмбарго в 22-м году не реализовалось. Поэтому, когда были начальные прогнозы, то эмбарго было с какой-то вероятностью, но в 22-м году это не реализовалось. Это все отложилось на 23-й год, соответственно. Ну и вот третье, то, что Владимир как раз подчеркнул, это действительно импорт упал, и 22-й год из-за этого выглядит очень необычно с точки зрения вот рецессии и там кризисов в открытых экономиках. Обычно кризис в открытой экономике это когда заимствовать нельзя и экспорта нету, а импорт все равно как бы надо покупать. И вот из-за этого происходит такой обычно финансовый кризис, в экономике это называется sudden stop, когда деньги перестают приходить в страну, и денег нету. И вот кризис связан с тем, что деньги закончились. Россия в 22-м году абсолютно противоположная ситуация. Денег очень много, а товары купить сложно иностранные, то есть импортные санкции. И это абсолютно уникальная вообще ситуация, когда страна залита деньгами, а потратить их сложно. И вот это привело к такому парадоксальному укреплению рубля до 50 рублей за доллар, именно потому, что денег было очень много, экспортных денег, долларов, евро, а купить товары на них стало сложно, падение импорта. И вот весь 22-й год, он такой необычный, он связан именно с тем, что денег много, товары купить сложно. 23-й год будет выглядеть совершенно по-другому. Мы знаем, что импорт восстанавливается во многом, а наоборот, эмбарго вступает в силу, и это будет ситуация, когда наоборот денег будет мало, а как бы товары вроде как будто бы какие-то заменители появились. И это гораздо больше будет похоже на обычный кризис. А то, что было в 22-м году, это такая уникальная ситуация для мировой экономики. Верно. Это, знаешь, напомнило мне ситуацию Остапа Бендера в «Золотом теленке». Помнишь, он раздобыл долгожданный миллион, а купить на него в Советском Союзе ничего не мог. Я здесь несколько моментов дополню. Вот про Центробанк. Это очень важный момент. От них действительно никто такого не ожидал, потому что это люди, это команда, которая формировалась за последние 30-40 лет, как такие ультралибералы, евангелисты, рыночники. И то, что они вот так поведут себя как комиссары на продразверстке, значит, просто всем все запретят, ну, реально, вот таких ожиданий не было. Они, я думаю, не хотели этого делать, но они принесли в жертву вот этой краткосрочной стабилизации долгосрочные сигналы. Не знаю, что Олег на эту тему думает, но я вот считаю, что инвесторы вот такое резкое прям моментальное уничтожение свободной конвертируемости рубля, они будут припоминать Россию очень долго, скорее всего, дольше, чем дефолт 98-го года. И в будущем, когда, я надеюсь, мы как бы вернемся в цивилизованный мир, вот это дело нам припомнят, что валютный риск по рублю он высокий, потому что риски восстановления Capital Controls, они очень большие. Вот мы видели, как в рискованной ситуации ЦБ это делает. То есть, они принесли долгосрочные интересы в ущерб такой краткосрочной стабилизации. Но, кстати, вот по импорту у этого тоже есть упадение импорта своя цена, потому что остановились поставки оборудования, инвестиционных товаров, комплектующих, остановился потребительский импорт, и это привело к ухудшению качества жизни. По многим параметрам это видно. И вот то, что сейчас импорт снова подрос, но он подрос с другими логистическими цепочками, более дорогими, то есть, вы теперь платите, грубо говоря, за импорт примерно столько же, а товаров получаете меньше и худшего качества. Поэтому, вот мне кажется, эти вещи здесь тоже не надо забывать, и как бы в целом действительно получается, что картина 23-го года и последующих лет она гораздо более мрачная, чем вот казалось на эйфории этой первоначальной как бы квази-стабилизации. Согласен. Да, но я хотел как раз добавить, конечно, никаких долгосрочных планов там нет, все речь идет именно о краткосрочной стабилизации, но вот что любопытно, как раз, когда мы моделируем рынок валютный, то, как мы считаем с моим соавтором, когда этим занимаемся, что просто пропало одно равновесное условие. Это как раз те самые инвесторы, их просто нету. То есть, сейчас невозможно сделать финансовую транзакцию, где, значит, иностранные инвесторы могли бы сделать ставку на российскую экономику или против российской экономики. Вот эти capital controls, уход инвесторов, на самом деле, действительно, несмотря на санкции 2014 года, было довольно много инвестиционных фондов, которые инвестировали и в сток-маркет, в фондовый рынок в России, и в облигации российские. Они просто все ушли с рынка, и в обозримом будущем они, конечно, не вернутся. И это что означает? Что обменный курс стал переменной, моментными силами, как экспорт и импорт, и больше вот нету этого условия, когда кто-то может делать ставку на будущее рубля. Поэтому раньше валютный рынок давал сигналы о будущем. Он говорил о том, что можно ждать в обосримой перспективе, потому что если, значит, вот эти финансовые инвесторы, анализируя макроэкономические тренды, прогнозируют ослабление рубля в будущем, то они уже начинают делать эти финансовые транзакции сегодня, и движение рубля происходит заранее. Оно дает нам некоторую информацию о том, что будет в будущем. Сейчас этого равновесного условия нету, финансовых инвесторов нету, и поэтому рубль определяется такими моментными силами, как баланс импорта и экспорта в основном, и то, что делает центральный банк. Ну, еще спросом на валюту российских граждан. То есть могут происходить шоки к этому спросу на валюту, и вот так устроены обычно паники, если начинается неконтролируемое движение, то люди бегут и снимают деньги со счетов. То, что было как раз в марте, вторая волна этого вполне возможна в какой-то обозримой перспективе. Но и вот из-за этого получается, что курс рубля ведется таким достаточно странным образом, и это то, что мы можем ожидать на будущее, просто потому, что нет финансовой дисциплины больше на этот обменный курс. Да, совершенно согласен. Ты знаешь, я вдруг вспомнил, мы здесь все-таки говорим с 24 февраля, да, все, вот, а ведь я еще не уезжал, это были, это был февраль, может быть, даже январь, наверное, февраль, февраль, да, совершенно верно, и была паника, была паника, потому, что, значит, люди начали снимать долларовые накопления со счетов и ввели ограничения, и не во всех банках были доллары, и все такое, я уже это забыл признаться, я еще бегал, снимал их по каким-то банкоматам ездил и так далее, то есть, то, что мы обозреваем, оно началось все-таки даже раньше 24 февраля, это не последствия были, а предвестники такие, скажем так, но, давайте из прошлого все-таки заглянем в будущее, мы примерно половину нашей дискуссии посвятили анализу того, что произошло, но сейчас мы совершенно спокойно можем уже попытаться заглянуть в будущее, зная, как действуют путинские экономисты ныне, зная, какие вызовы, задачи перед ним стоят, ну, еще, наверное, нужно сюда присовкупить какой-то социальный фактор, там, всякие разные меры социальной поддержки, которые тоже требуют денег, расходы, которые возросли по обороне, очевидно, по военно-промышленному комплексу, вот, давайте попробуем представить, что ждет россиян и российскую экономику в наступившем году. Ну, давайте коротко просто, первое, вот, важное то, что Олег сказал, что инвесторов не будет, забудьте, и даже, несмотря на все драконовские ограничения по вывозу капитала, все равно ОЦБ прогнозирует рекордный отток, больше 250 миллиардов долларов отток капитала в этом году, такого не было, если не ошибаюсь, с 94 года. То есть, про инвестиции забудьте, на что у нас еще были надежды, надежды на разворот в Азию, совершенно очевидно, они не сбываются, то есть, Азии мы не нужны, как конкурент на рынке обрабатывающих производств, и, кстати, вот было видно, что, скажем, летом, тогдашний вице-премьер Борисов с сожалением признался, что у нас разваливается, например, этот проект совместного широкофюзеляжного самолета с Китаем, CR-929, он прямо открыто, можешь найти эту стату, он открыто просто сказал, что, типа, китайцам это неинтересно, они хотят что-то сами делать там. Вот, они хотят только наше, прямо самое примитивное, дешевое сырье, причем с адской скидкой, да, да, они нам помогают как-то обходить санкции и поставлять альтернативные товары, но, как я уже сказал, это все дороже с точки зрения логистики и хуже качества, то есть, разворот в Азию работает, я бы так сказал, примерно процентов на 15-20 от той мощности, которую разгоняют правительство и путинские пропагандисты. Импортозамещение не работает и не сработает, отдельно можем об этом поговорить, но вот, собственно, это я так утверждаю. Пока что работает относительно успешно, как поддерживающий фактор, работает обход санкций через Турцию. Вот это вот вместо импортозамещения, на самом деле, что вы хотите сказать. Но, я думаю, ты говоришь про... Да, да, да. Но... Один импорт, белый импорт замечается серым таким. Вот, давайте откровенно скажем, что вот это то, что у Путина довольно успешно получилось в этом году в уходящем, значит, это, типа, заместить потерянные западные поставки импортом через третьи страны. Но, я думаю, что все это дело ему прикроют. Вот, например, Евросоюз специально ради этого вводит должность спецпредставителя по контролю за соблюдением санкций и вот известного там еврочиновника Дэвида Усалливана вроде как назначат на это дело. Я думаю, что они этим... И американцы, и европейцы займутся работой с Турцией и контролем за этим всем. То есть, как бы выходов нет. Инвесторы не придут. Каких-то внутренних чучхи ресурсов, значит, нету. Они достаточно истощены. И я думаю, что ФНБ будет довольно быстро расходоваться на бюджетный дефицит. В Азию получается так себе, то есть, особых результатов нет. Импортозамещение не работает. Условно говоря, если прикроют, если будет соблюдаться нефтяной эмбарго и прикроют большинство лавочек по обходу санкций, я, честно говоря, думаю, что будет новый виток спирали падения в 2023 году. Это вовсе может не быть такая стабилизация, как вот сейчас об этом говорят. Не знаю, о чем думать над этим. Да, я хотел, думал я, вот поспорю, но, кажется, опять не получится. то есть, разворот в Азию, конечно, произошел в том смысле, что Турция и Индия стали главными торговыми партнерами, заменили там Германию, Евросоюз в целом. Китай остался большим торговым партнером, как и был, но на фоне того, что Европа перестает быть торговым партнером, то роль Китая еще выросла из-за этого. Да, но все остальное, я согласен, конечно, это не может быть такого экспортного роста в эти регионы. Действительно, это экспорт энергоносителей со скидками, в первую очередь, и обход санкций покупка европейских товаров через Турцию. Турция вот неожиданно вырастила экспорт в России в 4 раза в этом году. Это, конечно, никакие не турецкие товары, а просто обход санкций. То есть, это означает переплата за те товары, которые покупали раньше, или покупка каких-то менее качественных товаров. То есть, это все, что просто мы видим из данных. Я все-таки хотел вернуться в 22-й год, чтобы понять, что может произойти в 23-м, чего не произошло. Не отпускает нас в 22-й год. Да, не отпускает в 22-й год. Дотянулся костлявой рукой, да. Ну вот, то, что Владимир сказал, несколько вещей. Действительно, я могу себе предположить, что есть большая скрытая безработица, особенно на крупных предприятиях. И, то есть, эти числа, которые Владимир говорит, то есть, к 3 миллионам добавить, 5 миллионов скрытых безработных, это вполне реалистичные цифры, не то, что я, у меня есть лучше, у меня нет лучше цифр, в условиях, когда вот такой абсолютный голод информации, когда там статистику нормально они докладывают. И тут, что очень важно, я украду идею эту, Андрея Яковлева, услышал у него, что тут голод не только экономической статистики, но и экономической журналистики на самом деле. То есть, просто в России занятие экономической журналистикой стало опасным в 2022 году, поэтому у нас не просто данных нет, но и нет огромного количества людей, которые в обычные годы эту информацию анализировали. Вот основные скупы экономические получаются от Рейтерса и от Блумберга, потому что это журналисты, которые могут более защищенно работать в этих агентствах. И ведомости, и коммерсант в общем сильно-сильно бледной копией того, что это был когда и РБК. Ты вот говоришь название, я даже не знаю, что это такое, но я шучу, конечно, да, то есть нету таких изданий больше, фактически. И вот из-за этого мы вообще мало знаем, что происходит, и поэтому судить о том, что происходит с безработицей сложно. Но все же, чего не произошло, я хочу еще раз подчеркнуть, мне очень любопытен ответ на этот вопрос, у меня его нет. Значит, действительно, обычно, когда происходит кризис, то люди откладывают потребление и увеличивают свои сбережения. В российской экономике как будто бы этого не произошло, как будто бы люди не стали в 2022 году много сберегать, ну и понятно, потому что непонятно в чем сберегать, в банк что ли, в Сбербанк что ли нести деньги, и потом ты их никогда оттуда не достанешь. Возможно, из-за этого, что нету способов сбережения. Возможно, потому что россияне привыкли жить в условиях вот такой дикой неопределенности, какого-то потенциально сидишь на пороховой бочке все время, да, вот это было и ковид, и теперь, значит, 22-й год война, непонятно, чем она закончится, и может быть, люди уже поменяли свои модели поведения и не сберегают в таких условиях, а просто продолжают тратить. Но вот мы можем констатировать, что такого кризиса, который обычно связан с тем, что деньги не тратятся, из-за того, что деньги не тратятся, малые бизнесы недополучают доходы, из-за того, что они недополучают доходы, они увольняют сотрудников, и вот такой массовой волны увольнений с малого бизнеса, где нельзя фиктивную занятость иметь, потому что там надо действительно реальные деньги платить, это малые предприятия, это не какие-то крупные промышленные производства. Вот этой волны в 22-м году не было. 23-й год будет сильно отличаться, как вот я сказал, принципиальное отличие будет, что в 22-м году как бы денег было много, купить было сложно, из-за этого основное падение благосостояния было из-за вот роста реальной стоимости жизни. Пропали какие-то товары, какие-то товары стали дороже, номинальные доходы не сильно выросли, да, то есть был минимальный рост типа на 1-2% номинальных доходов, насколько я понимаю, и увеличение стоимости жизни на вот там 10-11-12%, это, наверное, нижние оценки этого. Но это было в условиях, когда как бы денег много, и люди продолжали деньги тратить. У 23-го года есть полная вероятность стать совершенно принципиально другим годом, где закончились деньги, потому что закончились экспортные доходы, которые на самом деле поддерживают на плаву весь ВВП и всю экономику. И вот дальше та спираль, которая на самом деле ожидалась, что она будет происходить в 22-м году, когда доходов становится меньше, расходов становится меньше, малые предприятия закрываются из-за этого, сфера услуг сжимается, безработица растет, опять доходов становится меньше из-за того, что безработица растет. Это вот такая типичная спираль кризисная. В 22-м году по большому счету ее не было. Есть большая вероятность, что она реализуется в 23-м году, особенно в связи с сужением экспортных доходов, которые были на рекордно высоких уровнях в 22-м году и, судя по всему, будут намного меньше в 23-м году. Ну и последний маленький комментарий. Почему мы говорим, что ВВП плохая мера? Это долгая тема, можно целую программу устроить для этого. Но в целом в 22-м году почему это так? По двум причинам. Первая причина это ВПК, который является частью ВВП, производства, но на самом деле забирает от благосостояния людей. Это потраченные ресурсы, которые используются на абсолютно вредоносные вещи. Вторая вещь это превышение экспорта над импортом. Экспорт это как бы производство, выпуск, часть ВВП. Импорт это часть потребления. И вот когда импорт сжимается, то потребление благосостояния падает, но это не отражается в ВВП, а наоборот. Высокий экспорт поддерживает ВВП на высоком уровне. И вот это то, что было в 22-м году, и чего уже не будет в 23-м году. В 23-м году, судя по всему, экспорт и импорт выровняются. Это будет, значит, источником того, что рубль будет продолжать дешеветь в 23-м году, и источником того, что вот этого разрыва между ВВП и благосостоянием не будет. Уже данные будут больше отражать на самом деле реальную глубину кризиса с точки зрения благосостояния граждан. И вот две вещи, можно дополнить здесь? Вот у меня есть гипотеза по малому бизнесу, просто по большому числу коммуникаций с ними. То есть я вот уже там скоро там 6 лет, как я начал вести «Где деньги?» на Навальный лайф. Мне со всей страны пишут малые предприниматели. И я вот вижу в этом году, что у них традиционная модель поведения, они верят правительству и как бы официально. Вот это для нас там ведомости РБК и коммерсант не СМИ, а они как бы им все время обещают, что мы быстро пройдем все трудности, импортозаместимся, развернемся в Китай, и они считают, что вот этот период ненадолго. Поэтому у малого бизнеса стратегия была переждать. Я вот, меня спрашивают там, что делать? У меня вот продажи упали, там все. Я говорю, закрывайтесь, готовьтесь к закрытию. Они говорят, ну нет, ну как же, ну я же всю жизнь этот бизнес растил, что я сейчас всех поувольняю, как я потом переоткрываться буду? Я говорю, а переоткрываться когда? Когда у нас наступит какое-то счастье, там все. Ну то есть, они вот тянут, я согласен с оценкой Олега, что 23-й год здесь много расставят на свои места, и мы увидим приближение этого всего к реальной почве. В том числе и будут вынуждены увольнять людей. И вот этот важный момент про так называемое сберегательное поведение населения, откуда эта теория вообще возникла, у меня объяснение простое, что здесь работает вот эта самая недосчитанная, недооцененная реальная инфляция. Потому что вот упали розничные продажи примерно с апреля примерно на 10% год к году, и так стабильно остаются на этом пониженном уровне, но типа реальные доходы упали всего на полтора процента, и получается так, что у россиян есть какие-то деньги, которые они вдруг вот перестали нести, тратить на товары и услуги. На мой взгляд, если в расчет реальных доходов заложить настоящую инфляцию, а не расстатовскую, то выяснится, что они упали скорее всего ближе к тем вот 10% на которые упали розничные продажи, и нет каких-то вот этих там чемоданов, значит, денег, которые россияне где-то держат и не тратят, а мы просто инфляцию неправильно считаем, не знаю, вот может Олег меня покритикует, но вот у меня просто такое объяснение всей этой ситуации. Да-да-да, у меня в принципе кажется, что ощущение примерно такое, поправь меня, Владимир, мне казалось, что номинальные доходы выросли на несколько процентов, типа на 1-2, при этом стоимость реальной жизни выросла примерно на 10-12 процентов, мои расчеты выходили отсюда, и это бьется как раз с падением розничного оборота вот на те сколько, 9-10 процентов, что это хорошая оценка реального падения благосостояния, только как такой налог довольно-таки плоский на все население, на вот 10 процентов. Да, а Росстат за 9 месяцев, за 3 квартала дает падение реальных доходов всего на 1,5 процента, что очевидно не соответствует реально. Да-да, а как они получают это, если номинальные доходы не выросли, а инфляция была вроде даже и по Росстату в 12 процентов. Я просто не понимаю, откуда это рассчитывается. Смотри, они, смотри, реальные доходы, они меняли методологию за последние 4 года, по-моему, два раза. Расчет реальных доходов, они не до конца там раскрывают все веса, как они что учитывают, там же не только инфляция, ну, например, платежи банкам, там другие обязательные платежи в реальных располагаемых, да, поэтому здесь, как бы, это черный ящик. Нам, типа, говорят вот цифру полтора, но это очевидно не так. Ну, ясно, что благосостояние людей упало намного выше, вот примерно процентов на 10, значит они инфляцию, скорее всего, не досчитывают и дают более такую благообразную цифру, чем на самом деле. Кстати, очень много роликов, Саш, ты же видел тоже, что и журналисты часто ведут этот мониторинг цен, ну, не так растут цены, как нам все рассказывают. Ну, может быть и не так, вот, ты знаешь, люди, которые бывают в Москве после долгого отсутствия, они приезжают такие, ну, они-то помнят цены, может быть, еще даже немножко раньше, чем они уехали, ты же не на последний день себе все там это, все покупаешь, и вот этот разрыв ощущается, чисто потребительский. Я вот, знаете, кстати, хотел вас вернуть, у нас еще минуток 8-10 есть, я хотел вас вернуть все-таки к людям, потому что вы прекрасно все про макроэкономические показатели, которые, может быть, не очень учитывают людей, все рассказываете, а я вот что к людям хочу. Смотрите, мы вообще с вами не затронули вклад во все это таких вещей, как мобилизация, который обернулся, а, отъездом людей, большим, да, из определенной прослойки населения, секторов, возрастов там и так далее, и б, это то, что, ну, просто люди погибли. Я вот, что я вижу, возможно, это не влияет на экономику, тогда вы об этом и расскажете. Ну, в таком макро, в макро преломлении приложения. Что я вижу? Какой-нибудь шахтерский город, откуда забрали там половину мужиков, которые работали на шахте, и оттуда никто, и туда никто не вернулся, или там вернулись трети из тех, что ушли. Шахту закрывать, что ли? Что делать? Притока миграции практически нет, чтобы восполнить все это, да и квалифицированные рабочие силы тоже много где не найдешь. Брали в основном из депрессивных регионов, которые, значит, в которых и так каждый, каждый квалифицированный человек на счету, там и так далее. С другой стороны, им было трудно найти работу, а сейчас не надо никому работу искать. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы поговорили, извините, что нет сформулированного вопроса. Короче, влияние войны в плане мобилизации и в плане отъезда на экономику. Очень сильно, я вот говорю, достаточно просто Набиуллинскую пресс-конференцию почитать. Она последние все несколько месяцев говорит о том, что мобилизация – это пипец. Действительно, и ты прав, здесь очень многие не учитывают еще и количество погибших, раненых. Да. Ну, то есть, реально, мы говорим о шестизначной цифре, более ста тысяч выбывших только по смертности или ранениям, да, из рынка труда. А вот эта мобилизация сейчас еще с объявлением о повышении призывного возраста, она явно переходит в такой перманентный характер. Даже не указ Путина, там, действует, не действует, а типа все время будут охотиться за людьми до 30 лет. Это удар по рынку труда колоссальный, вот Центробанк это официально признает. То есть, здесь несколько моментов. Первое, это негативно влияет на выпуск. Второе, это негативно влияет на трудовые издержки, как Набиуллин говорит, это проинфляционный фактор. Так что здесь Путин продолжает, кроме всех этих санкций, он еще продолжает там забивать гвозди. То сам, значит, отрубил экспорт газа в Европу, а мог бы деньги получать. То объявил, значит, вот эту всю перманентную хрень и погоню за рабочими руками, чтобы забрать их в армию и убить. Конечно, ну, что хорошего, ничего здесь не может быть. Олег, как ты это видишь оттуда из-за океана? Слушайте, ну, мы выходим немножко уже в другую плоскость, потому что, конечно, главное, значит, вот главная часть катастрофы для российского населения от 22-го года, это, конечно, и отъезд миллиона человек, и мобилизация больше там 200 тысяч, очевидно, ну, и просто то, что погибло, больше 100 тысяч человек. То есть, конечно, это очень сложно все это обсуждать. Всегда надо, конечно, говорить, что по сравнению с тем, через что проходит Украина, это, конечно, смешно, но это не смешно. То есть, это вот, если мы выделим самая трагическая, катастрофическая вещь 22-го года, это, очевидно, мобилизация, все, что с ней связано. И это то, что вот сиюминутно в макроэкономических данных, как ты правильно, Саша сказал, не видим мы еще пока. То есть, сложно оценить макроэкономические эффекты этого. Но это то, что сделает восстановление экономики и ее производительности на десятилетия вперед более сложным. То есть, это потеря самой производительной группы населения от 20 до 30 лет, которая и так была очень узкая из-за кризиса рождаемости 90-х годов. То есть, такого пробела в полувозрастной структуре, как в России в 90-е годы, мы мало в каких странах видим. В 90-е годы не было войны. И это такой действительно пробел, как будто была война в 90-е годы. Сейчас на нее накладывается вторая война, которая вымывает еще огромное количество людей в этом возрасте. И вот, когда мы говорим, что был такой вопрос, будут ли люди протестовать из-за экономических сложностей. Но если не протестуют из-за мобилизации, то очевидно, что мобилизация это такое испытание для людей гораздо большего уровня, чем вот, если мы говорили про 10-процентный налог в 22-м году на экономику, 10-процентное падение благосостояния, то мобилизация это просто налог, который ввели на человеческие жизни. И, ну, то есть, естественно, с точки зрения благосостояния людей... Если готовы жизнями платить, то уж деньгами заплатят. Да, но вот этот шок с точки зрения благосостояния гораздо больше, чем любой макроэкономический шок, который произошел в 22-м году. И ровно поэтому я говорю, что мне кажется, экономика не является ведущей новостей повестки дня. Экономика подстраивается и в 22-м, и, судя по всему, в 23-м году. Конечно, основная повестка дня задается войной, мобилизацией, смертями людей, а экономика играет такой второстепенный фактор весь 22-й год и 23-й. Это не то, что, надо сказать, что экономические новости не важны. Нельзя потратить денег, которых нет. В этом смысле важный вопрос, который мне обсудили, это бюджет. И вот в 22-м году денег в бюджете хватало на то, что политическое руководство в России делало. Поэтому экономический фактор сделать так, что просто денег нет совсем, пока не вступил в силу. Вступит ли он в 23-м году? Вполне вероятно. В ближайшие месяцы вряд ли. То есть это такое долгосрочное событие. Из-за этого получается, что экономика играет второстепенную роль во всем новостном цикле именно из-за этого. Но вот важная тема, которую мы не обсудили, и я хочу вернуться, если есть у нас две минуты, это что происходит с бюджетом. Это важно. И тут Владимир намного больше меня знает. Но так вот, крупными мазками. Огромный профицит весной создал большую подушку финансовую на весь 22-й год. С июня месяца дефициты. Структура дефицитов меняется. То какие-то расходы уберут, то какие-то единовременные доходы добавят типа каких-нибудь дивидендов Газпрома, а расходы были вначале на поддержку бизнеса, который, судя по всему, после июльского дефицита сильно свернули. И вот ключевой вопрос, если мы обсуждаем экономику на 23-й год, это очевидно, что мы можем сказать про бюджет и как к этому правительство будет приспосабливаться к перманентному дефициту бюджета. Какой будет способ постройки. Значит, это инфляционный способ, это попытка заимствовать у населения, если есть какие-то сберегательные ресурсы у населения, это повышение налогов, это урезание каких-то статей расходов. Это вот все будут важные темы, которые мы 100% будем обсуждать в 23-м году. Мой прогноз такой, что на ближайшие месяцы кажется, что бюджет, ничего хорошего там нет, но такой ситуации, что деньги закончились и все остановилось, не будет. Поэтому опять основные новости будут военного характера, а дальше мы просто будем обсуждать, ну, урезали эту статью расходов, добавили такой-то, может быть, какой-то налог, какой-то дополнительный дивиденд выплатила какая-нибудь еще государственная компания. Это вот будут новости экономические на ближайшие три месяца. Но на самом деле, когда мы смотрим среднесрочно, как будут справляться с дефицитом бюджета. Уже когда начинаем говорить о долгосрочных вещах, мобилизация будет давать колоссальный вклад отрицательный в невозможность роста такого среднесрочно-долгосрочного. А вот 23-й год это все-таки год бюджетного дефицита будет. Я думаю, Олег, что когда закончится ФНБ, они просто деньги печатать будут. Старый добрый кредит Центробанка правительству, потому что они считают, что они как-то контролировать инфляцию в этих условиях смогут все равно. А типа двузначная инфляция, ну там скажем, десятки процентов, она им политически не страшна, народ они усмирят при таком. Если не будет гиперинфляции, как в 92-м году, то все остальное народ съест, и они это дело усмирят. Поэтому я думаю, что когда у них кончатся деньги, они просто начнут их печатать, как в старые недобрые времена. Да. Ну и, кстати, важная вещь про Набиулину, раз мы начали говорить. Хочу вам просто пример привести, что поменялось в 22-м году. Вот если в марте-апреле люди в Центробанке серьезно могли говорить, что они спасают российское население, что вот эти, как это говорили, внешние условия изменились, конечно, вранье, но часть правды была в том, что вот как им казалось, что они в условиях войны спасают население от финансового кризиса, чтобы там банковская система продолжала работать. Какая доля правды в этом была? Но вот мне любопытно, насколько они понимают, что благодаря тому, что они это делали, произошла мобилизация, что умерли десятки тысяч призванных уже, да, и вот в некотором смысле то, что Центральный банк делал тогда, прямое продолжение этого, это мобилизация. Вот уже сейчас, мне кажется, для Набиулины, наверное, сложно осознавать, что она военная преступница. И мне кажется, в этом ситуации в 22-м году очень сильно изменилось. Все они понимают. Уверен, все они понимают. Можно разговаривать бесконечно долго об этом, но я думаю, что у нас еще будет шанс поговорить, и мы формат такой опробовали, Олега разбудили в 7 утра, вот, и, значит, можем продолжить как-нибудь. Поспорить, поспорить не получилось, надо все-таки найти полемическую тему. Наметки, наметки сделаны. Нет, чтобы в дискуссии развивалось, потому что вы сегодня цеплялись один за другого, это здорово. Спасибо большое, благодарю Олегу Вицкоке из Лос-Анджелеса. Спасибо большое, Владимир Милов был в студии сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет больше такого замечательного контента. Игорь Негода